девочек оставляем дома прибрались все чистота порядок все выключаем пошли на улицу за хлебом тут тоже у нас чистота кофта там не сохнет да нет я просто говорю что тут записываю видео все павлю коврики постирал все прибрались в чисто все блестит все блестит и павлик тоже блестит так ладно я там и торопимся сейчас оденусь воду не торопимся не подгоняешь ты сейчас я денусь он чё видите погодка новогодняя лужа как весной как марк месяц ну с масленицы тебя и тебя тоже с масленицы что делать-то теперь нужно как-то это пережить неприятность эту мы переживем серость я кстати сегодня с родителями разговариваем сначала паша поговорил потом ну я разговаривал просто не придал этому значения когда разговаривал с родителями а у паши мама с папой акцентировали внимание на том солнце что у них солнце перми у родителей моих потом тоже вижу такое солнце ярко папа говорит у вас чего там дождь идет у дождя такого нет просто оттепель причем такая реально весенние я говорю а мы вечном облаке просто вечном облаке не знаешь когда из него выберешься и выберешься вообще либо нет до весны ну в театр бы мы бы с тобой точно не бы не попали потому что если бы мы конечно бы не прибирались но прибираться надо было потому что я когда начал пылесосить я просто понял что знаете такие клубы кошачьей шерсти в перемешку с пылью но и встречать в таком новый год конечно я не знаю где то ты вычитал что нельзя прибираться нельзя мусор выносить придумал самостоятельно да наверно обычно наоборот перед новым годом все вымывают еще раз и прибираются но как если бы гости пришли чтобы у меня мусорные пакеты стояли бы во дворе либо на балконе воняло бы все удачу выносишь но тогда надо складировать и быть вот этими знаешь которые бабки наоборот с мусорки носят всякую херню заносить удачу да чтоб тараканы были клопы и все остальное и там и поесть можно найти попить все что хочешь павлику тоже куртка пришла только в пакет не залезла сходили до зона у него заказ был на 31 я еще ему говорю 31 стопудово не придет а смотри заказа как мало до сейчас сегодня вообще по сравнению со вчерашним позавчерашним днем там просто гирлянда заказа то есть еще елки у кого-то не наряжены получается 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 так он же ждет это гирлянда салат доделает и побежит но то самое главное что елки которые продаются сейчас на улицах они же от этого ну быстрее сгниют быстрее быстрее рассыпятся люди сейчас принесут ее и до свидания живые вот эти елки которые продают ну типа вот такие и вообще честно говоря скептически отношусь таким елем а руби нет мне жалко честно елка очень долго сосновые и они очень долго растут и представляешь сколько нужно чтобы эта елка вырастала за стою беспощадно рубят буквально на там на два три четыре дня но неделю максимум под все равно она падает для запаха сейчас есть куча всяких опрыскивателей ну если хочешь там вот я раньше хотел чтобы запах ели был но кстати он не такой прямо явный все равно запаху привыкаешь в квартире к этой елке я покупал просто веточки на кухне ставил там в комнате где-то ставил украшал их тоже а сейчас искусственные вон есть елка красивая богатая всякие у нас сильно сильно весь вкус купил на десять лет себе вперед надо вон себе эту как на освежитель воздуха для туалета силовым вкусом купил и и готова и все и можно не то нюхать хоть сколько хочешь хоть поднос себе брызгай ну сейчас поменьше до людей было то на днях туда вообще не прорваться было все уже все сейчас тишина будет спокойствие сейчас куртку занесем и еще пойдем магазин а еще тут нашего фармацевта надо поздравить которая нас всегда вам помогает вручает зайти в аптеку еще лифте висит с новым годом возьми шарик для елки какой возьмем какой бы цвет вы взяли из этих на пишите в комментариях какой-то хочет салатовый или наверно розовый вот этот что ну то какой звук было продумать чтобы можно было оторвать нормально что плохо отрывается вот мы лифты не могли дождаться видим этот крыльев пускает меня в чистый дом на пороге не держит или вот такой шампанское полусладкая немецкая и вот пакетик такой ночью мы там то сок и армянский то коробочку конфетка еще что-то ну так вот и чёпка говорится приятно она сегодня как раз до 9 работает вот домой поедет с бутылкой так а я в рюкзак нора положу они нормально вроде держались рюкзак положить так вдруг цокнет упадет пришли в магазин ребята несколько часов до этого до нового года люди грибут салаты холодцы еще только не берут суши все что угодно рыбу которую мы хотели купить ее здесь нет конечно надо было ехать раньше с утра ну взяли там 200 грамм другой рыбы чуть подороже но красота месту не потеплять да я думаю 2 ныр надо либо большой надо брать я думаю два маленьких надо взять удобнее вести вот нам нужно хлеб было взять рыбку и сыр все больше ничего все у нас остальное есть ты хочешь перекусить что-то взять давай возьмем не не хочу пиццу мягче дано тогда не понравилось пока не очень пицца то какую-то или блинчики давай возьмем либо это либо шаверму ну шаверму точно нет наверно надо что-то так если хочешь закусить блинчик с курицей куриная грудка и сыром блинчик с мясом блинчик с спелой вишней просто это удобнее взяли сейчас ели поехали а эту пиццу где мы сейчас будем тут сидеть есть едем обратно в праздничном электробусе светится держите и заколочные гирлянды такие новогоднее настроение посылка пришла 40 минут закрытия почты не знаю успею не успею забрать но не знаю смотря как этот 76 будет идти так бежим за за подарком с перебежками уже в трамвае хочется просто получить подарок до нового года потому что почта потом когда откроется что третий на я не знаю здесь сейчас думаешь с 15 минут осталось до закрытия на следующий наверно тогда надо было в последние двери выходить дождь дождя нету кстати такая просто погода 31 12 2 2022 16 45 если ничего закроются я просто в двери буду пинать скажу дайте ему подарок прикольно получать подарки конечно пусть даже просто как знак внимания все равно приятно куда-то куда получили за 10 минут до закрытия я думаю сейчас будем тут стоять там этот парень у него там что-то 600 посылок выдает он я думаю все попали потом вышла тут заведующая игру лена дайте нам пожалуйста посылку зачем это вам после нового года возьмете таскать вот как надо работать люди до 31 до 22 из первого с 9 до 23 уже работают это у нас тут продуктовый магазин работает практически без сокращения рабочего дня мало ли кто-то забудет купить ногу баранию в десять вечера без десяти десять так же как и мы будем бежать куда-нибудь на остановку с остановки чтобы купить ну ладно успели приятно приятности получить это нравится эти квартиру здесь вставлять вот это два окна вот эти окна идут это целая комната большая такая очень круто выглядит такая блин все супер мне нравится в этом доме кстати живет в красном здесь по бориса галушкина не буду говорить номер дома здесь живет кто раньше смотрел он два старые еще года лет пять назад была такая участница инна воловичева она такая полная пришла к весны слад квинциславу вирджанов скому и потом на проекте быстренько похудела потом стало когда ушла с проекта здесь продавала правильное типа питания ли все на том пас продавала в общем типа короче едой какой-то правильным питанием вот она в этом доме здесь живет вот такой подарочек пришел из перми с любовью очень приятно спасибо леночка большое не знаю смотришь ты меня не смотришь но в общем сам факт того то что еще одной подруге пришел подарок спасибо большое за твое тепло за долгую дружбу в расстоянии во времени как я обычно говорю открыточка прикреплена обязательно сейчас ее размещу к своим открыткам которые в этом году пришли запахали забегались в общем вот так вот тут сейчас пойду фотографировать социальной сети выкладывать распустилась к черемуха а что то кошки убежали такая дискотека и убежали ну конечно паштана 2 здесь будет батарейки поменять час ну вот попозже пешешино тускло стала греть старые батарейки. Где-то надо заменить. Павлик тут уже новогодние мандарины точит. Вот все. Мой фильм Любовь и Голуби. Сейчас гусь в одной будет, а в другой будет этот баранья нога. Мой любимый фильм, ребята, идет. Обожаю просто Любовь и Голуби. Актеров здесь половина, конечно, нет уже. Смотришь, конечно, и выдаешься. С каждым годом креманочки для гостей. Для гостей креманочки сделаем. А кто? Для себя. Сколько у нас этих. В общем, думали мы, думали, решили наш этот. Как ты его назвал тот большой стол в прошлом году? Что он там? Кто крылья расправлял-то? Генеральский. Да не генеральский. Это тоже сейчас приду. Атлант. Да, мы тот, который у нас стоит в коридоре. Стол Атлант. Распахивает свои крылья. Да, так как мы сегодня, в этот раз вдвоем. Вот здесь надо тоже поменять. Здесь они тоже уже слабенькие. Все, он у нас тут будет жить пока. Оставим его здесь. Что у нас двое? Если вдруг мы тут насобираем в какой-нибудь из дней всех наших друзей, то тогда мы его и... Атлант распахнет свои крылья, да. А пока мы его это оставим такой, какой у нас там есть. Не включай, побереги чуть-чуть. А что-то тут вообще замыкает. О. Побереги, говорит. Что я должен беречь-то? На час потом включать? Рита говорит, что это не мои эти, как называются, флажки, а больше... Янис, Женя, думаешь, дарил? Да. А у меня почему-то что, у Риты в коробке лежало? Ну, значит, Рита, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, душу. Душу грешную, да, честно. Значит, это кто-то другой. Мне почему-то кажется, что это ты дарила нам. Вот такие вот они, картинки здесь. Вот такой есть. Но они двухсторонние тоже. Вот такие. Такие. Тут кот какой-то. В общем, тут много картинок разных. С одной стороны одни, с другой стороны другие. Разные сказки. Тогда, ну, больше... Почему-то я все-таки думал, что это ты подарила. Вот елочка. Я включил эту, потому что мы потом вот этот цвет выключим. А от этих капли росы, которые они не мигают, от него идет как раз свет. Вот. Чего? Я бы хотел сказать отдельное спасибо Василию, если он смотрит за возможность... Включать гирлянду. Ну да, только там надо сделать, Паш, повключай там, чтобы только красное сверху горело. Сначала, чтобы она так... Не-не-не, там надо кнопку-то. Василия, ты благодаришь, а кнопку не знаешь где. У меня вас не показывает. Вот здесь кнопка. Снизу кнопочка. Раз, два, три. Нажимаешь и... Она тут меняет цвета. И до красного добиваемся. И тогда оно будет спокойно мигать. Не это. Без фанатизма. Так скажем. Да, Вася, огромнейшее спасибо. Да, Вася, вообще, с Ириной большое спасибо. Это как и всем зрителям. Но Вася, конечно, тут много нам дел надел. И вывел туда этот шнур. Вот он белый. Там, видите, такой, я не знаю, как силовой, что ли, он называется. Вот туда на балкон выходит. Поэтому там у нас сейчас с одной стороны две розетки, с другой стороны две розетки. Все это подключается. Не нужно ничего втыкать. Тут включатель у нас под низом, под рукой. Вышел, включил, и все сразу работает. Единственное, что удобно сейчас, знаете, что когда выходишь летом, например, я вот книгу, когда пишу по Крыму, либо по чем, там я вот выхожу, ставлю стол туда, все там сразу можно сделать. Розетку включил, тут же вентилятор работает, тут же, как она называется, компьютер включил, все очень удобно. Раньше нужно было какие-то удлинители таскать, еще что-то. То есть было вообще не очень-то удобно. Как мне нравится, как вот это горит, елочные вот эти шишки. Очень хорошо. Поэтому, когда, если у нас друг, мы в этот Новый год соберем всех наших друзей, то придется, конечно, ставить сюда стол. Кошки, друзья наши все. Будем играть в Элис, какие-нибудь игры, отдыхать, веселиться, смотреть кино. И не думать о том, что какие-то есть проблемы. Будем вот этот стол поставим. Просто единственное, что я Паше говорю, что он, конечно, это, как это называется, что он не то, что маловатый, а не будет, может быть, некрасиво смотреться скатерть, потому что скатерть большая, рассчитана на тот огромнейший стол. Ну, ладно, что, как есть, так есть. Уж как, как есть, как говорится. Ну, ничего. Поехал отдыхать. Я не знаю, что у вас там осталось. У нас время без пятнадцати шесть. Родителям еще рано звонить. Конечно, созвонимся, но у них еще до Нового Года тоже очень долго. Вот. Но, что, Павлик сейчас сыр там натер. Куда, в этот персиковый, который там у нас, что, курица была, кукуруза, сыр и майонез. В общем, все салаты сейчас нужно будет заправить. Ну, мы не все будем заправлять, а какую-то часть просто. Ну, и потом будем стол ставить, украшать, встречать Новый Год. Думаю, что, когда вы это видео посмотрите, что кто-то из вас уже отметил. Сегодня у нас как минимум три видео было. Три видео было, поэтому, ну, вот, решил, решил, что вдруг по телеку вам нечего смотреть, а вам будет приятнее посмотреть нас, чем там что-то по телевизору, как папа говорит, одно и то же показывают. Я говорю, ну, лучше это, чем политику, которая там тоже круглосуточно идет. Лучше пусть вот эти все старые наши фильмы идут, и лучше они, чем то, что происходит сейчас вокруг нас. Вот. Еще раз поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы в вашей жизни были самые яркие долгожданные моменты, чтобы все ваши желания исполнялись, чтобы у каждого у вас была какая-то мечта, которая реализуется в наступающем 2023 году. Будем надеяться, что кролик будет в каком-то месте не слишком быстрый, но для исполнения желания вот он будет как раз быстрый, шустрый, вот, чтобы мы с вами точно такие же были, быстрые и шустрые, чтобы норка у каждого была своя, теплая, очаг, чтобы горел всегда в вашей семье, в вашем доме, чтобы был уют и тепло, вот, ну и, конечно, всем нам мирного в небо над головой, чтобы побыстрее разрешили все эти ситуации неприятные, ну и счастья, удачи в каждый дом и здоровья всем вам, вашим близким, будем сейчас потихонечку собирать стол наступающим еще раз. Начали, в общем, накрывать потихонечку на стол, но думаю, не то, что прямо столат составить, ну, пока его сервировать. Хрустальная вечеринка бабушкина, настоящее стекло, не стекло, а как это, хрусталь, чешская хрусталь, это не чешская, настоящая хрусталь, это. В общем, пока я тут мыл, Павлик, давай вытаскивать отсюда стол, а мы же не рассчитывали, что стол-то у нас теперь, его нужно, чтобы вытащить отсюда с кухни, он у нас не влазит через вот этот косяк и не влазит, потому что у нас сейчас еще здесь же этот, не было прихожей и через прихожую он не влазит, поэтому крутили, вертели, вертели, крутили, в общем, пришлось занести Атлант, занести Атлант, ты что, одну, да, половину или две, расправил, две половины расправил, так у нас будет пустой стол, ну и что, зато большой, девки охренели, что-то такое, ну Маруся-то видела в прошлом году, ну вот просто скатерть-самобранку синего цвета, говорят, что в этом году, чтобы кролик был удачным, год, нужно зажигать свечи, у нас свечей нет, а? У нас церковных свечи, у меня только красные, Паша, чуть-чуть на меня, вот так, вот, короче, вот, вот так это у нас выглядит, сейчас потихонечку будем сервировать, но я не знаю, я, наверное, здесь, Павля, где-то сбоку, либо наоборот, я на диване, лёжа практически, а, ну я тогда, вот тут, Владимир Владимирович, смотреть, в общем, поговорили сейчас с родственниками, с невесткой поговорили, с тетей Таней, в общем, со всеми там, потихонечку созваниваемся, ой, ну ладно, мята чуть-чуть, ну сейчас это всё заставится, не будет видно, ой, ёлка, конечно, супер какая, в общем, сейчас потихонечку будем всё это заставлять, А я вот, детишки, ребятишки, за старые, РТП, РТП, вот сейчас, если волшебный фонарик поймаю, значит, всё у всех в новом году хорошо будет, а ну, оп, поймал, будьте счастливы, друзья мои, хорошего года, прорвёмся, вот каждый год, начинается ирония судьбы либо с лёгким паром, или с лёгким паром, и вы знаете, у меня вот, вот знаете, говорят, фон идёт от человека, вот там, например, отрицательных какие-то эмоции, негативных, наоборот, положительных, вот у меня почему-то от этого фильма, сколько сегодня, мы, конечно, мало телевизор смотрели, потому что обычно я готовлю один, вот, и целый день, грубо говоря, за этим, мы тут чуть-чуть, вино решили выпить, он прям по 50 грамм, и, короче, готовлю, и все фильмы смотрю, ну, примерно понимаю, какие шли в первой половине дня, когда мы были дома, ни один фильм у меня не вызывает вот таких отрицательных каких-то реакций, эмоций, хотя он считается новогодним, как мне кажется, он веет каким-то депрессивным чувством, что ли, унынием, минором, каким-то вот таким, знаете, вот прям попахивает, и причем его ставят практически перед самым-самым Новым годом, сейчас у нас время 19, сколько там, 19-16, вот он сейчас будет идти два с лишним часа, тут, конечно, ирония, самоирония, нужно смотреть, вникать, но мне кажется, что вот он такой тяжеловатый фильм именно вот для 31-го числа, потому что слишком какой-то романтики, нет предательства, измена, причем такая полноценная, стопроцентная, понятно, что человек находит любовь какую-то, да, но в течение там двух часов он изменяет, по сути дела, своей девушке, с которой должен был встретиться, та тоже так же изменяет, потом вроде чем как-то у них склеивается что-то, но в общем, это с какой стороны, как посмотреть, ну что ты спойлер, мне все рассказываешь, у меня, короче, вот такая вот реакция, единственное, что я обожаю, что здесь Талызина играет, что здесь Лея Хиджакова играет, мои любимые актрисы, которых я просто вот, ну, боготворю, нельзя, конечно, сотворить кумира, но, короче, вот так вот, ну, с наступающим вас Новым Годом, что еще хотел сказать, конечно, Павлюк в этом году огромнейшее спасибо, потому что так получилось, что он дома, в том году, я, честно говоря, нет, ты работал, или ты был, а почему в том году я так долго, или это позатом году было? Позатом? Позатом, да. В прошлом году, только как электровинифер. Ну, значит, у нас просто в том году очень много всего было на столе, таких, причем, индивидуальных салатов, в этом году-то мы их не делали, такие, ну, то, что я там люблю делать всяких вот таких фужерах, креманках, вот, и у нас салат, это уже кто по этому сидим, а я вспомню, когда к нам приезжали гости, и вот в этом году только никого нет, и это с утра до вечера, утром встанешь, вымотаешься, как собака просто, потом все нужно прибраться, одеться, в душ сбегать, помыться, что-то там на себя одеть, гостей принять, вроде, ты не успеваешь ничего, уже гости на пороге, у тебя еще, вроде бы все сделано, потом, бляха-муха, тарталетки, тарталетки в год пошли, потом, вроде бы все, ну, пошло дело, блин, бутерброды с икрой, либо там еще что-то, оно в общем бесконечно, бесконечно, поэтому в этом году не то, что гостей нет, а мы просто выбрали такие салаты, которые, ну, вот мы их нарезали с утра, они у нас не заправлены, лежат в холодильнике, за ваше здоровье, за вашу удачу, вот, и короче, это, свободный день, по сути дела, была бы хорошая погода, конечно, можно было куда-то пойти, на санках, на санках куда-то, на тюбингах, но такая слякоть, грязь, плюсовая температура, что, конечно, много ты не находишься, не нагуляешься, но не знаю, в 8 часов вечера скоро, я не знаю, во сколько мы с тобой за стол, ты все равно, наверное, часов 11, 10, пол, 11, я даже не знаю, во сколько мы с тобой сядем, в общем, тогда, когда мы ложимся спать, придется садиться за стол, я одной зрительнице ответил, у меня тетя была, царство небесное, тетя Люда, это у папы, у родного брата, жена, моя тетка, так скажем, она говорила всегда в Новый год, вот человек, да, то есть, весь день терпит, готовит, жрать, пить, голодает, а потом, тогда, когда организм должен лечь спать, и отдыхать, и метаболизм заканчивает свою работу, перестают выделяться специальные гормоны, там, да, вот на переработку жира и всего остального, мы начинаем заглатывать все и вся. Я бы сейчас уже съел бутерброд. Я бы тоже бы съел, но вот надо по пермскому времени отвечать, просто Новый год с родителями по WhatsApp, через прямой эфир, и ложиться спать просто под бакурантов. В Иркутске вот сейчас, да, полдвенадцатого. Лена зато уже отметила на Дальнем Востоке Новый год, мы еще только, она уже, поэтому она и сказала, проводите стрим после двенадцати, поэтому идет там сколько времени будет, как минимум утро, утро, шесть-семь утра, поэтому, не знаю, будет стрим, не будет стрим, но это видео сейчас я выложу, конечно, вот часов, по московскому времени, я думаю, что часов в десять, наверное, я его залью, может быть, где-то так. Поэтому, такой сегодня вас обрадовал большим количеством влогов, я бы, честно говоря, тоже смотрел бы любимых блогеров, чем вот это вот, то, что происходит в интернете, не в интернете, а по телевизору показывает. Радостно, когда блогер выпускает достаточное количество видео, когда ты этого ждешь, а когда не ожидаешь, и выходит что-то, это, конечно, супер. в общем, все, всех с наступающим Новым Годом, стол, если что, я покажу уже в другом видео, потому что хрустальная вечеринка у нас, еще нам рано все это выставлять на стол, все это заветрится, поэтому мы уже это будем делать ближе к десяти часам вечера, всем, кто посмотрит это видео, в любом случае с наступающим либо с наступившим Новым Годом, ну, еще сегодня увидимся, увидимся обязательно, потому что хоть чуть-чуть, пусть трех-пяти минут на видео, но поздравиться обязательно нужно отдельно.